Уже не один год старт дню ВДВ дает марш-бросок, разумеется, с полной выкладкой. А как иначе, ведь девиз «Никто кроме нас» – девиз настоящих мужчин, сильных, выносливых. Именно такие молодые люди приходят служить в 38-ю бригаду. Все начинается с АЗОВ. Усиленная физподготовка, рукопашный бой, навыки управления парашютом и только после. Комплексное учение с грифом «Международные» и полная боевая готовность. Спорок всегда надо держать сухим, потому что быть готовым. Для того, чтобы быть готовым, надо учиться этому. Бояться только сильных. Тренируемся, готовимся ежедневно, каждый раз, на различных мероприятиях. Бригада достойно выдержала все испытания. И я должен сказать, если сходить из десантных частей, берем из сил специальных операций, воинских частей и сухопутных войск, то в ходе внезапной проверки Совета безопасности наиболее сложные задачи и в течение месяца каждый день выполнять – это выпало 38-й бригаде. И военнослужащие показали шикарный результат. Торжественное награждение наиболее успешных в воинской службе стало яркой точкой праздника. Среди них как действующие солдаты и офицеры, так и ветераны, чей бесценный опыт так важен для развития службы. Свои возможности военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады продемонстрировали во время показательных выступлений. Современный воин в голубом берете готов к встрече с врагом. Навыки ругопашного боя, комплексы противодействия нападению с ножом. Нет задач невыполнимых, есть только сильный дух и воля к победе. Из-за этого короткий промежуток времени овладели… Поздравить военнослужащих с праздником пришли представители вертикали власти. В своих обращениях они не раз подчеркивали роль соединения в жизни областного центра. От имени Брестского городского исполнительного комитета примите искренние поздравления с профессиональным праздником с Днем Десантика и сил специальных операций. Город гордится вами и спасибо, что вы у нас есть, потому что десантик – это прежде всего мужество, честь и достоинство. Десантики всегда были элитой подразделения вооруженных сил Республики Беларусь. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба над головой и достижения поставленных целей. С праздником! А роль действительно важная. Кроме того, что на территории части проходит военно-патриотическое мероприятие, 38-я бригада давно стала своеобразным проводником дипломатических отношений. Соединения активно принимают участие в мероприятиях международного формата. Например, в эти дни на полигоне активно идет один из этапов международных армейских игр «Снайперский рубеж». Представители 18 стран приехали в Брест, чтобы продемонстрировать навыки боевой подготовки. Как отмечают участники специального мероприятия, вся созданная база соответствует необходимым стандартам. Исключительные условия создали здесь для нас. Каждый день сейчас я на полигоне вместе с моими стрелками. Все довольны. День ВДВ. Этот праздник объединяет голубых билетов разных поколений, разных эпох. Их сегодня десятки тысяч на просторах всего СНГ. Кто-то выбрал дорогу военнослужащего и продолжил работу над собой, только уже в профессиональном плане. Кто-то ушел на гражданку, однако остался верным традициям десантного братства. Но несмотря на годы, все они как одна большая семья. 2 августа приветствуют друг друга, говоря «Слава ВДВ». А ведь действительно, слава – слава доблестным, сильным войскам. История наша, начиная от войны, доказала, что парни в голубых билетах всегда выполняли те задачи, которые стояли перед нами. Поэтому народ любит, народ помнит это, и народ уважает своих, тех, кто защищает. Ну и мы готовим очередное поколение, вы видите. То, что сегодня вам показывали – это настоящие защитники, те, которые сегодня защищают. Вы видели, сколько здесь было молодых, ради кого мы это делаем. Это будущее наше. Ну и неотъемлемы наши ветераны, это наша гордость. Тех, на ком мы растим сегодняшнее поколение. Тех, кто дают основную нам подпитку сил, советы. Вот поэтому для этого всего было. Поэтому народ и любит, наверное. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.